На встречу с главой округа пришли более 30 семей, которые несколько лет назад получили участки под личную застройку. Администрация города выделила землю в городской черте. Буквально месяц назад от улицы Декабристов до 256-го квартала была обустроена дорога, пока грунтовая. На следующий год трассу заасфальтируют. Беспокоила ангарчан и обеспеченность электроснабжением. Надо отдать должное большой работе администрации, которая проводит на уровне правительственных успехов, и на уровне министерства, что они эту проблему не оставляют. И все-таки, я думаю, вопрос с электроснабжением будет окончательно решен. Я думаю, или в конце года, или до следующего года точно. Близость от центральных магистралей позволяет уже в ближайшее время обеспечить территорию чистой питьевой водой, которой пользуются все ангарчане. До границы территории трубу готов протянуть ангарский водоканал. И то при условии включения в федеральную или областную программу. А вот подключение собственных домов ляжет на плечи их владельцев. Когда будет проект готовый и экспертиза, можно будет зайти в какие-то федеральные и областные программы. Программа «Чистая вода» областного бюджета и федерального бюджета. Деньги поступят, бога ради построят. Но еще раз говорю, водоканал готов 12 миллионов потратить вследствие предприятия на проектирование экспертизы, для того, чтобы было с чем заходить в программу. Сергей Петров пообещал устраивать такие собрания один раз в три месяца, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на просьбы и пожелания многодетных ангарчан и вместе развивать новые территории нашего города. Ну, также обсудили перспективы развития не только этого квартала, но и южной застройки нашей, где, в общем-то, по городу предполагается как раз малоэтажное застройство, где у нас серьезные работы ведутся по включению инвест-программы энергетические, по запитке электроэнергии, инвест-программа по водоснабжению, водоотведению на этой территории. Там значительное количество может быть предоставлено участков. Анна Дергаусова, Наталья Зарубина, Роман Буйнов, Местное время.